Этот новенький газ поставил свой первый рекорд. Автомобиль преодолел расстояние более 9,5 тысяч километров своим ходом. Все авто, которые прибыли сюда, отправятся в исправительное учреждение Приморского края. Ни одной из этих машин не понадобился на пути до Владивостока эвакуатор. Изготовлены на заводах Татарстана, Башкортостана, Владимира и Ульяновска. Все они представители отечественного автопрома. Но по иронии судьбы, некоторые детали к этим авто делали в колониях сами осужденные. Отечественный автопром очень консервативный, очень редко внедряются инновации, что-то новое, все проверенное годами. Санитарные, грузовые для перевозки осужденных и легковые для личного состава. Парк Приморского гуфсина помолодел за счет 17 новых авто. Это существенное количество автотранспорта. Конечно, хотелось бы больше получить, но необходимо работать. Надо будет доказывать, что именно этот полученный автотранспорт мы будем нормально эксплуатировать. Я уже знаю сейчас, что Федеральная служба исполнения наказаний уже готовит еще распределение автотранспорта. Затем, что происходит в кабине авто, наблюдает как водитель, так и дежурный гуфсина. Звук и видео выводятся при помощи системы мониторинга ГЛОНАСС на пульт диспетчеру в режиме реального времени. Спецавтомобиль разбит на секторы. Если осужденный попытается открыть камеру, сигнал тревоги мгновенно поступает к дежурному. Пять камер для одиночного содержания спецконтингента, в которых размещается по одному человеку люди, которые должны содержаться раздельно от других категорий. Также в наличии имеются две большие камеры, в которых вместимость по пять человек в каждую. Важным пополнением автопарка стали вот эти шесть санитарных машин. Теперь отдаленные исправительные учреждения Приморья могут самостоятельно довозить больных осужденных. Если ранее медицинские учреждения, расположенные по территории края, были вынуждены обращаться в территориальные органы здравоохранения для экстренного вывоза, то сейчас они будут иметь возможность при возникновении каких-то неотложной патологии вывозить территориальные органы непосредственно сами. Сами понимаете, временной фактор в данном случае играет очень большое значение. В этом году исправительные учреждения Приморья получат еще несколько десятков новых авто. Сотрудники ГОФСИНа отмечают, автопарк действительно изношен, поэтому каждая новая спецмашина важна для всех исправительных учреждений. А после побега подследственного Владимира Веспалова, который убил конвоира и скрылся в центре Владивостока, такие спецмашины особенно актуальны. Надежда Арсеньева, Игорь Белый, Монорама.